После известных событий 3 августа 2014 года, развернувшихся в Шангале, которые привели к геноциду езидов, ополченцами Сил защиты Шангала, ХПС, был поднят новый езидский флаг, 4. Данный флаг поднимался на освобожденных от террористов их территориях. Формальным поводом к появлению езидского флага стал конфликт между РПК, ДПК и езидскими ополченцами. Дело в том, что курдские партии навязывали езидам свои флаги для поднятия над святыней Шарфаден, которую доблестно обороняли от боевиков и к езидские ополченцы. В свою очередь, езиды отвергали требования данных партий, в результате чего разгорелся настоящий скандал, который удалось локализовать после извинений представителей РПК и ДПК. В действительности, вопрос создания езидского флага назревал давно. Ополченцы не подняли флаг партии Амина Фархана, поскольку она была дискредитирована. Теперь общепринятым езидским флагом стал флаг сил защиты Шангала, ХПС, прямоугольное полотнище, состоящее из трех горизонтальных полос. Верхняя и нижняя полосы белого цвета символизируют чистоту и мир. Центральная полоса красного цвета означает память о жертвах, стойкости и героизм, а также одеяние султана и езида. В центре красной полосы располагается солнце, олицетворяющий символ езидов – свет Божий. Значки медали иконки графика под этим знаменем была пролита езидская кровь в ходе последних событий в Шангале. Этот флаг стал символом стойкости езидов. Примечательно, что 11 января в ходе недавнего выступления командира сил защиты Шангала в доме езидов Альдинбурга, ведущей езидской организации в Европе, по инициативе езидского философа Хошанга Брока при несмолкаемых овациях был поднят данный флаг. В свою очередь, известный езидский деятель, поэт Аскри Боик призвал все стороны уважать этот флаг, поскольку он является знаменем всех езидов. Этот флаг признали также езиды постсоветского пространства. Так, после недавнего заседания ЦЭК правлением организации было принято решение во время шествий, демонстраций, религиозных торжеств и ДР. Мероприятий наряду со знаменем ЦЭК и государственным флагом Грузии использовать флаг езидхана, ставший святым символом, под которым шла борьба за освобождение езидских пленных езидской земли. Этот флаг стал символом отстаивания езидской чести, самостоятельности, стойкости, под которым 4 месяца езидские ополченцы обороняли езидскую святыню Шарф-1 в Шенгале. Несмотря на всеобщее признание флага со стороны езидов, курдские власти и ДПК рассматривают флаг езидхана как враждебный и не допускают на территории, которую они контролируют, в то время как у каждой курдской партии имеются свои флаги. Говоря о гимне езидхана, следует отметить, что он был создан приблизительно в 13-14 веках. Это гимн Шарф-1а, уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.